Продолжение следует... 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 Сейчас я хочу рассказать о своем личном опыте и обстоятельствах, в которых происходило обучение дзюдо. Кроме того, я расскажу также и о личном опыте обучения айкедо. С 18 лет я избрал путь работы в полиции. В течение года я принимал участие в деятельности органов полиции в качестве инструктора по дзюдо. И продвигаясь по службе, я был назначен в один из районов Токио, в место, в котором было большое количество группировок якудзи. Я был пылким офицером полиции с юношеским запалом и чувствовал острую неприязнь к якудзи. И как-то после занятий мы с моим товарищем зашли посидеть в баре. Немного выпили. Обратно пути мы наткнулись на якудзи. Они нас окружили. Дело дошло до драки. На меня набросились 4 человека, на товарища 2. Мы их побили, но один противник убежал и вернулся с катаны. Увидев, что он может просто порезать или убить нас, у меня похолодело все внутри. В этот момент перед моими глазами встали три картинки. Первая. Я в военном госпитале. Вторая. Это реакция моих родителей. Третья. Это газетная статья о том, что я пропал бесследно. Мой товарищ был не в состоянии продолжать драку, и я понял, что пора бежать. И это дало возможность конфликту гармонично разрешиться. Все сохранили свое лицо. Вот такой мне был преподнесен опыт. Еще одна история из моего жизненного опыта. Для тренировки чувства тайминга каждый из личных учеников старался первым открыть дверь в дэдзю для мастера Шиоды. Я, как ни старался, не успевал открыть ему дверь первым. Я никак не мог понять почему. А потом я заметил, что сначала появлялся дым в окне, а после этого заходил в Годзе Шиода. И, едва заметив дым в окне, выходящем в коридор, я быстро поднялся и первым открыл дверь для учителя Годзе Шиода, опередив всех остальных учидэша. В общем, хочется сказать, что для ученика на пути Айкидой и Шинкан важно прислушиваться к людям и уважать их существование. Важно думать своей головой, самим исследовать, самим изучать. Это самое главное, самое основное в Айкидой и Шинкан. А еще важным моментом является постоянное желание обучаться. Сейчас я хочу рассказать вам о философии Айкидо, которая является частью философии японского боевого искусства, Будо, распространенной сейчас по всему миру. В слове Будо первый иероглиф означает «остановить острие оружие». Остановить острие оружие – это значит остановить оружие, которое используется на войне, или оружие нападающих противников, или атакующее оружие. Если задуматься над этим иероглифом, то в основе его лежит предпосылка сохранить тело и душу людей, которые находятся в опасности во что бы то ни стало. В этом смысле, все те приемы боевого искусства, которым мы учимся, все они направлены на высшее действие – это помощь человечеству. То есть все наши тренировки с утра до вечера, где мы отрабатываем эти приемы на татами, помогая друг другу, направлены как раз на эту цель. Поэтому я и выбрал этот путь. А какая цель является наивысшей на пути служения человечеству? Это помощь человечеству. В этом смысле в японское Будо входит айкидо, дзюдо, каратедо, кендо, яидо, шодо – путь каллиграфии, кадо – путь украшения волос цветами, и тядо – путь чая. Когда я переехал в Германию в 31 год, я выбрал этот путь и встречаю разных людей, которые занимаются Будо, в частности айкидо. Все мои друзья – это люди всего земного шара, космополиты. Это не японцы, украинцы и немцы, это люди всего мира. И по правде говоря, для меня наивысшим радостным моментом является преподавание айкидо, когда люди получают удовольствие от обучения и тренировок. Вот в таком смысле я рассматриваю идею помощи человечеству, поскольку те ужасные дни, когда была война, сейчас уже прошли. У О-сенсея Морихея Уишибы была идея создать всемирную семью айки. Последними словами сенсея Годзо Шиода было пожелание, чтобы собственные ученики были вам лучшими друзьями. Это наивысшее истинное намерение Будо. В этом смысле, чтобы прекратить войны, все мы должны стать сильными. А каждый в отдельности, кто совершенствуется на пути Будо, должен помочь стать сильнее другому в этой всемирной семье айки. Таким образом, я твердо убежден, что мы сможем создать эпоху без войны. Сейчас я хочу рассказать о том, что цель всех Будо, айкидо, дзюдо, каратедо, кендо и других видов боевых искусств едино. Это научиться преодолевать себя, свои слабости и недостатки. Естественно, преодолевая себя, человек уже выигрывает. В этом заключается смысл Будо. Старая пословица говорит о том, что поиграть в группе из трех человек легко, а одному сложно. Если хорошо вдуматься в эту поговорку, то в ней речь идет о проигрыше самому себе. Думаю, что у каждого есть такой личный опыт. Если вы сможете победить слабость внутри, то с этими мыслями или чувствами вы сможете победить и противника. То же самое касается и поражения. У меня тоже пару раз был опыт, когда проиграв себе, я проигрывал противнику. Очень важно испытывать противнику чувство уважения и даже любви. Это второй основополагающий пункт Будо, который японцы хранят в памяти. Я думаю, что целью каждого человека, который изучает Будо, является изучение того, что есть лучшим в каждый конкретный период жизни. В первые годы жизни это изучение всего вокруг и собственное обучение. В 20 лет это изучение того, что значит быть по-настоящему взрослым и начать задумываться над тем, чтобы создать семью. В 30 лет задуматься о том, как лучше воспитывать собственных детей. После 40 задуматься о мировых вопросах и о том, что можешь сам сделать для мира. В любом случае, вышесказанным, я хотел дать вам понимание того, на чем следует сосредоточиться во время обучения сейчас, в период мирного времени на земном шаре. В 10 лет этом все остатки посмотрите. Иначе, самое главное, и все равно, все равно, все равно, все равно. Это была премия, что я хочу, чтобы я уехал в его видео, начиная, и уехал в комментариях. Иначе. Субтитры делал DimaTorzok 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 Затем, это фрагмент. Дверьте. М-дверь. Слышь. 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...